сегодня норма жизни практически любого россиянина вне зависимости от места жительства это наличие загранпаспорта кроме всего норма жизни провинциального города с количеством населения до полумиллиона это наличие чартерного рейса либо 2 по привычным направлениям теперь и отсюда давайте поймем что чартер на анталию может быть загружен всегда и зимой в том числе в корне неправильное утверждение о том что турция хороша только в период с мая по октябрь турция хороша круглый год на этом побережье крайне редкие холодные арктические циклоны заваливающие лазурный берег снегом здесь никогда нет промозлой сырой погоды европы здесь даже в дождь комфортно ароматно и пряно и здесь даже зимой можно купаться потому как температура воды не опускается ниже 18 с половиной градусов что не знали но это потому что турагентство получает процент от туроператора которому необходимо вал туристов туроператоры же европейские обеспечивает поток немцев датчан шведов ирландцев в общем жителей той самой промозглой европы сюда круглый год кстати стоимость чартера из берлина до анталии обратно это 65 евро а время пути те же 4 часа да и при следующем визите в турцию обратите внимание на наличие у отеля газохранилища сейчас большинство пятерок имеют таковое то есть готовы принимать туристов круглый год и газ здесь идет не на отопление а просто на нагрев горячей воды для внутренних нужд и бассейна и так получилось что в этот год мы традиционно и не в сезон смотались и в таиланд и в турцию и скажем для нелюбителей толкучки шума и гамма не сезон самое время мы лично в конце октября здесь в кемере из моря не вылазили и шопинг нас тоже не напрягал а удивил и без того низкими ценами но есть вещи которые в турции легко можно купить и при этом денег много не потратив здоровье например насколько часто вы можете получить реальное удовольствие от посещения медицинского центра и не говорите что это странный вопрос правильно задавайте вопросы где расположен такой медицинский центр это правильный вопрос мы предлагаем вам посетить международный диализный центр в анталии теперь просто и популярна у процедуры диализа в организме человека есть несколько наиболее важных органов которые работают в тяжелом режиме легкие насыщают кровь кислородом печень добавляет туда энергию почки очищают нашу жизненно важную жидкость неисправность любого органа этой цепи останавливает жизненный цикл человек при грамотном отношении к здоровью может пункт номер один не укорачивать свою жизнь никотином и суррогатным алкоголем пункт номер два вести относительно здоровый образ жизни но часики тикают да и изменения на генном уровне предотвратить невозможно но человек научился и достаточно успешно бороться с хронической почечной недостаточностью как и с отсутствием почек как таковых и важную функцию очистки крови возложил одноумные машины гемодиализа и вот казалось бы проблема решена но возникает другая проблема больного это прикованность к аппарату искусственная почка и лишение возможности вести полноценную жизнь но так ли это на самом деле в жизни каждого человека существуют моменты когда он радуется хран грустит когда он понимает что жизнь закончилась и тогда человек либо он прикован к постели либо он прикован к определенному месту жительства но сегодня сейчас люди больные хронической почечной недостаточностью могут быть не прикованы к своему месту постоянно дислокации к своему дому к своему диализному центру потому что вот посмотрите буквально за последние два года здесь открылся новые центры по гемодиализу я не стал делать этот стендап после того как зашел сюда я специально сделал до того потому как потому как я знаю что меня обычно турецкая медицина удивляет теперь если вы не сможете найти и не прочитаете тот телефон который обязательно укажу в конце сюжета я вам скажу где располагается этот центр здесь совсем все просто центр анталии рядышком широтон рядышком макдональдс здесь новый абсолютно подземный переход но не подземный переход а тоннель открыт вы не ошибетесь просто повернете направо и скоро здесь рядышком откроется же и специальный спортивный центр планы просто грандиозные теперь теперь мы зайдем вовнутрь конституции каждого государства прописано что каждый человек имеет право на жизни право на получение медицинской помощи каждое нормальное государство помимо всего уважает инвалидов и соответственным образом выделяет для этого средства но не в каждом государстве частная медицина с успехом заменяет государственную и при этом эта медицина великолепного уровня частная медицина турции одна из лучших если не сказать самое лучшее по доступности цен и по уровню оказываемых услуг это становится более очевидным когда понимаешь что на примере международного диализного центра анталии открытого 2005 году видишь продуманный подход к жизненно важной процедуре очистки крови здесь установлено самое современное оборудование с применением высокоточных медицинских технологий на базе диализаторов пресенеус 4008 браун диалог торей 8000 эта процедура доступна по цене и здесь никогда нет очередей и здесь максимально внимательное отношение к пациентам и здесь нет загруженных и убитых горем людей прекрасно понимающих какой опасности находится их жизнь потому что не знает что даже приехав сюда на отдых они будут вести полноценный образ жизни ничем не отличаясь от других я постоянно приезжаю сюда дважды в год прохожу здесь медицинские процедуры великолепный уровень и в общем комментарии излишни 17 лет я прохожу процедуру очистки крови все отлично живу прежней жизнью и единственное с чем не могу справиться так это с принципом хорошего человека должно быть много но тренинг и мусман писки на учренье велика тренинг а ваше он слепить вина малом эльча ситман я это норма жизни европейского человека и чем это норма жизни отличается человека российского не совсем понятно потому как цены у нас высшие европейские государству по сути должно быть безразлично кому оплачивать лечение человека с инвалидностью но если вы не смогли достучаться до чиновников то страхуйте жизнь по полной только в нормальных страховых компаниях либо зарабатывайте чуть больше если вы в силах и по цене отдыха в турции по системе ультра олл инклюзив получите либо подарите здоровье и эмоции вашего ближнего будут такими же как эмоции казалось бы безнадежно больных турецких граждан либо граждан объединенной европы получающих удовольствие от внимания персонала и лечение международном гемодиализмом центре в анталии как живет хронический больной человек в европе азии или в россии для тех кто не знает предлагаем экскурсию и вам все станет ясно здесь в международном диализмом центре в анталии не лечиться здесь жить хочется хотя давайте все-таки о лечении специфика работы частных медицинских центров в турции эта работа только с оборудованием высочайшего уровня для сеансов гемодиализа гемофильтрации или одноигольного диализа покупаются препараты только высокого качества и одноразовое использование больной хронической почечной недостаточностью в течение нескольких процедур получает свою кровь очищенную на порядок лучшим образом чем это делается в отечественных центрах которых проблемы очередей и наличие медикаментов такого уровня присутствуют и решение он и вряд ли стоит на первом месте здесь человек живет полноценной жизнью частью которой является лечение в диализмом центре жизнью которая есть место и любви и счастью при лечении каких нету данный момент она учится в университете и скоро выходит замуж и во время планеты конечно информируясь и буду под наблюдением это не сказка и здесь нет места под пасованным фактом вы все можете проверить сами если не верите своим глазам просто приезжайте в анталию либо попросите ваших друзей доехать до всеми любимого мегросы отсюда до отеля фалес ровно три минуты ходьбы и прямо напротив недалеко от макдональдса располагается этот центр международный диализный центр работает 6 дней в неделю кроме воскресенья сеансы диализа проводятся в утренние и дневные часы вам готовы предоставить трансфер с любого места на анталийском побережье либо забронировать места для вас и ваших родных в расположенном здесь же гостиничном комплексе оборудованном соответствии с высочайшими стандартами турецкого гостиничного сервиса и в последнем случае вы и ваши родные смогут насладиться отдыхом в анталии здесь и до моря пять минут ходьбы и вся прелесть турции качестве недорогого полноценного шоппинга аромата приготовленной индивидуально для вас великолепной турецкой кухни настоящих кафешках посещение детьми аттракционов словом рядом с диализным центром можно прочувствовать натуральную турцию они только отдых великолепных но отдаленных от местного колорита отелях что мы представляем себе когда говорим о медицине не самые уютные палаты на двоих палаты на 10 12 человек персонал отчаянно и с трудом сохраняющий способность заботиться у больных с зарплатой в 7000 рублей столовую с раздаткой где пытается готовить качественную пищу из продуктов купленных на максимально урезанный бюджет и все это горькая российская правда и мы не случайно разговор по наболевшим введем на фоне хронически больных очень недостаточностью но они такие довольные сытые улыбающиеся граждане турции германии франции уплетающие за обе щеки вкуснейший обед индивидуального приготовления при этом получающие лечение на современнейших аппаратах гемодиализа когда такое будет у нас вопрос и решение этого вопроса уж точно не стоит на первом месте на первом месте у нас решение демографической проблемы и в принципе это правильно потому как на деньги за второго ребенка можно легко провести пять лет в отпусках в турции получая лечение в международном диализном центре в анталии если этот период запланировать и третьего то можно протянуть десяток лет и за этот период возможно и у нас появится подобное комплекс с 15 диализаторами фирмы френсеус браун диалог торой с индивидуальными lcd телевизорами 9 проигрывателями наушниками аудиовиде фильмотекой на этаже а это же этих международном диализном центре в анталии аж две штуки да и для ваших близких здесь есть и бассейн и телевизионный зал и камень и шашлычные я не вижу у людей чувствовать решенности на лице это что индивидуальна ваш подходит каждому пациенту я свидетелью было candюмин и шашлычные я не вижу у людей чувства трешенности на лице это что индивидуально ваш патухот В вашем центре проводят процедуру, 2500 человек. Вы готовы принять еще такое количество из России? Продолжение следует... Для будущих пациентов, конечно, место у нас уже готово. Так же, как мы прежде говорили, внизу на первом этаже для населения постоянных клиентов, а вот это второй этаж для наших туристов и, конечно, отдыхающих в нашей стране и в нашем регионе. Доступно ли то, что мы показали для россиян? Конечно. Любой чартерный рейс. Нет чартера из вашего города? Москва летает круглый год. Бронь по телефону или через интернет. Любые формы оплаты. Не знаю как, проконсультируйтесь с адвокатом, но если вам по инвалидности государство должно оплатить лечение заболевания хронической почечной недостаточностью, то какая разница, по сути, кому ему, государству, платить деньги за ваше лечение? Если вы не добьетесь ответа на этот вопрос, то застрахуйте свою жизнь по-крупному, и вам страховая компания, не желая терять клиента, оплатит лечение. И поймите, жизнь не останавливается, даже когда становится поздно пить боржоми. Надо просто знать, где вы можете продолжить жить по полной, загорать со всеми, веселиться в разумном количестве, купаться в теплом море. Если у кого-то возникнут вопросы, куда вы пропадаете на завтрак или обед в вашей пятерке в Анталии, вы сможете гордо ответить, за здоровьем ездил, за здоровьем. Итак, потеряли ли мы деньги? Да нет, мы приобрели, как всегда, много знаний. Сегодня знаниями своими поделимся с вами. И сегодня мы побывали и увидели людей, собранных в клуб, с единым интересом. Это интерес к жизни. И местное население, и туристы, которые приезжают из Германии, из Франции, могут это сделать. Они покрыты социальной страховкой. Можем ли мы это сделать? Проводить сеансы гемодиализа, просто отдыхая вместе, вместе отдыхая в Турции, в гемодиализном центре, что расположено рядом с отелем Шаратон? Конечно, можем. Еще хотелось бы всем вам сказать, что есть возможность сделать человеку замечательный подарок. Совместить приятное с полезным. Совместить отдых с возможностью жить в человеческих условиях. Сколько процедура такая стоит? Процедура такая стоит небольших денег от полутора до двух тысяч евро. Это в месяц проживание. Двухнедельным проживанием на солнечном побережье Анталии. Причем проживание это не только то самое лето, когда здесь жарко действительно. Середина, даже конец октября и начало ноября. Почему весь год вы можете спокойно ездить в Турцию, отдыхать, получать удовольствие и заряд жизни?